сегодня суббота 5 апреля московское время 23 часа 10 минут и мы начинаем прямую трансляцию третьей игры весенней серии что где когда 2014 года против телезрителей сегодня играют обладатель хрустальной совы юрист гюнель бабаева новичок этой команды копирайтер юлия архангельская робототехник эльман талыбов обладатели хрустальной совы адвокат илья новиков переводчик григорий алказов и предприниматель олесь мухин капитан команды против команды алиса мухина сегодня играю андрей мишеряков от карск олег красночок вольногорск мина мотоконова минск ирина владимирова шадринск сектор blitz фёдор двиган баку светлана кабанова дюссельдорф наталья фанфилова москва сектор супер blitz жанна титовская нагольная алексей лобков державин таброва татьяна сдобного тольятти 13 сектор весенние игры что где когда телезрители против знатоков играем до 6 очков счет 0-0 первый раунд добрый вечер уважаемые телезрители добрый вечер уважаемые знатоки алесь добрый вечер добрый вечер господин знаете многие телезрители впечатлились гусиным шоу который вы устроили в финале года скажите как вам кажется это испытание пошло на пользу команде сплотила ее или наоборот безусловно любые испытания команду сплачивают и это было не без не исключением я думаю и для нас и для команды уважаемого нами господина рудеров алесь скажите а у вас команде новый игрок юлия архангельская что вы можете сказать о пополнении господин ведущий я уверен что юля сама за себя скажет течение сегодняшней игры посмотрим юля добрый вечер добрый вечер нагольная против вас играет журналист жанна титовская село нагольная белгородская область ильман почему вы когда садитесь за стол никогда не улыбаетесь у вас такая хорошая улыбка вы такой напряженный всегда не знаю сосредоточены скорее не напряжен но сейчас я вас обрадую внимание ноутбук господин новиков ноутбук около вас я так понимаю ильман вам тоже видно если бы на вашем компьютере была установлена программа криса нисвандера то при появлении на экране подобные надписи за короткое время компьютер издал бы резкий звук внимание вопрос вы готовы уже отвечать с какой целью программист крис нисвандер написал свою программу досрочный ответ и отвечает тут господин новиков с ноутбуком общался я думал со мной новиков отвечает прошу вас что текст бессмысленные то есть это не человек работает за компьютером скорее всего по клавиатуре ходит кошка его чтобы эту кошку прогнать издается звук крис нисвандер придумал программу чтобы отпугивать кошку который решила пройтись по клавиатуре 1-0 пользу знатоков илья новиков приносит своей команде и первое очко и дополнительную минуту на размышление интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации госкорпорации русатом сергей новиков добрый вечер сергей а интересы телезрителей защищает вице-президент банка москвы владимир верхошинский владимир и вам добрый вечер господа думаю телезрителям интересно узнать а какие у вас между собой сложились отношения друг с другом вот как вы ведете за пределами игры владимир вот например вы всегда здоровайтесь сергеем перед игрой отношения предельно дружески всегда здороваемся и несмотря на то что мы изучаем представляем разные стороны но за пределами игры мне кажется предельно корректно владимир скажите а вы сергеем здоровайтесь вежливо или дружелюбно и так и так сергей скажите а бывает у вас такое что вы после игры там 3 5 игры обсуждаете или вы разъезжаетесь по домам вот как правило перед игрой обсуждаем перипетии прошедшие игры скажите а вы никогда перед игрой например с женами на ужин не хотели вместе там хорошая идея господин ведущий идея хорошая проблема только в том что владимир супругу никак не довезет до нескучного сада да владимир ну через неделю финал мне кажется можно как раз начать попробовать и попробовать исправил ошибку супруга наверняка сейчас смотрит так что приедем тринадцать точка тв игра . ру по этому адресу в интернете во время прямого эфира вы уважаемые телезрители можете прислать вопросы в 13 сектор и когда волчок укажет на 13 сектор один из ваших вопросов я задам знатокам пока в этой серии 13 сектор не играл посмотрим что будет сегодня господин новиков вы знаете я сегодня рассыпал су рассыпал соль и еще ни с кем не поругался после этого выбери вы верите в эту примету я примет и не верю на исходить давайте поругаться с вами я этого не предлагал таврова против вас играет агроном алексей державин извините алексей лобков державин село таврово белгородская область господа посмотрите на экран перед вами катальпа дерево семейства бегнониевых согласно старинной индийской легенде катальпа появилась на месте битвы а это дерево олицетворяет участников этой битвы внимание вопрос да кто же с кем воевал слоны с кем-то слоновые уши очень похожи на уши слона с кем гриба может быть это волосы как будто нет может просто говоря это похоже на уши и на хобот индийская индия слоны прекрасно а африканские с индийской нет нет вот эти кисточки это что такое это на хобот похоже давай ну это уши просто просто тут просто слоны против слонов могли воевать так одни слоны против других слонов индийские африканские с кем просто африканских нету в индийской африканских слонов забудьте про них кто и с кем обезьяны нас могли спросить что это одинаковые животные между собой воевали кто и с кем тогда бы не спросили наверное с кем за сегомые какие-то бабочки бабочки и змеи змеи бабочки тигриные фолсты а где давайте вот подумаем про тигров и змей тигры и змей выберете а в индии есть львы нет там минуты есть если есть не надо минуты не надо не надо тишина тишина кто отвечает олесь господин ведущий мне наверно надо ответить тут командная версия пошла их много ну вот нам показалось безусловным то что одни из участников этой битвы это слоны потому что вот похоже вот ли листья этой каталипы похоже на уши слонов как-то вот на уши слонов да как-то так с кем они воевали ну если бы можно было бы слоны со слонами потому что другие листики тоже похожи на уши слонов но наверное все таки это не слоны со слонами тогда слоны со змеями получается потому что вот эти спускающиеся ветви на переднем плане нам напоминают как будто бы вот какие-то змеи пытаются заползти по хоботу на слона и укусить его что-нибудь в этом духе ваш ответ понятен а теперь внимание правильный ответ олесь хочу вам сказать что уши слонов это правильно мы подозревали об этом и я надеялся что это подскажет вам что от 2 от вторых участников тоже осталась какая-то их часть они целы и это вот уже кто-то говорил по моему обезьяны по ходу минуты это длинные тонкие стручки они похожи на хвосты обезьян по легенде это дерево выросло на месте битвы слонов и обезьян 1 1 50 тысяч рублей получит алексей лавков державин город тавров видите село таврова обсуждали втянулись третий раунд госпожа архангельская я думаю что всегда знаток который впервые садится за стол вот у него свежие впечатления потом уже таких не будет вот какие у вас впечатления от первых двух раундов ну пока все очень интересно и интересные вопросы это самое главное ну у вас были какие-то версии вот по поводу слонов вы так уже удерживаетесь в седле или пока ну поскольку я все-таки не придумал ответ наверное недостаточно хорошо удерживаюсь скажите а вот илья новиков свое время он предлагал свои услуги говорил что вот я илья новиков давайте я буду в клубе 13 сектор сейчас я с юлей закончу а вы как-то скрывались ждали пока вас найдут вы без инициативная такая девушка нет я рассчитывал на илью новиков ну что ж 13 сектор интернет против знатоков и так за время прямого эфира телезрители прислали в 13 сектор 4172 вопроса и сейчас компьютер выберет один из них игорь селезнев инженер из белгорода против вас играет внимание вопрос встречая друг друга бирманцы обычно спрашивают бирманцы наверное вы уже поели сегодня рис а что спрашиваем в таких случаях в это не было там как сам как дети давайте кроме как дела у как будто бы это не как дела что ему Может быть еще? Да. Просто с конкретным завтраком что-то, да. Как здоровье у вас есть? А что еще уже? То есть, о чем-то что уже было сегодня? Может, вы съедят когда-то? Всегда, да. Всегда, да. Хорошее ли у вас настроение? То есть, поели ли вы уже? Перекусили или горели? Да, да, настроение. Хорошо. Как ваше настроение? Если первая встреча. С какой ноги вы встали? Как не спрашивать просто? Сколько лет? На что может спрашивать? Обычная фраза привезла. Не-не-не. Не выдавим ничего нового. Я думаю, что как дела все-таки отвечать? Ну, скажи, что привет. Да. Итак, кто отвечает? Ну, от Белоруссии ближе к Бирме Азербайджан, поэтому Ильман Талыбов оформляется. Прошу вас, Ильман. Ну, нам кажется, что это все-таки сперманское приветствие. Ну, а мы в этом случае спрашиваем, если то, как дела? Как дела? Теперь посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Как поживаете, господин Верхошинский? Неплохо поживаю, господин ведущий. Ну, как дела? Как поживаете? Я думаю... Можно считать ответ. Да. 2-1 в пользу знатоков. Ильман Талыбов. Господин Мухин, а все вам кричали, что... Зачем? И наоборот, вы кричали, что все равно ничего другого не ответишь, надо без минуты отвечать. И вы же капитан, почему вы сами не решили? Вы знаете, у нас управляемая демократия в команде. Почему-то ребята решили еще что-то подумать. Это их право. У нас есть уже одна минута, а мы не любим, когда у нас две минуты. Это расколаживает. 2-1 в пользу знатоков. Четвертый раунд. Уважаемые телезрители, по результатам этой последней отборочной игры весенней серии определится состав команд на летнюю серию. В случае победы команда Олеся Мухина попадет в финал, а в отборочных играх летней серии сыграют команды Виктора Сиднева, Алены Повышевой и Бориса Белозерова. Если же сегодня победят телезрители, то в финале летних игр сыграют новички Бориса Белозерова. Освободившееся место займет команда Андрея Супрановича, которая еще в этот сезон не вступила. Волгодонск, извините, Вольногорск. Вы знаете, это у меня нервное, потому что с третьего раза в трех передачах, в двух передачах лежал этот вопрос. Олег Краснощок из Вольногорска играет против вас. В первой передаче Бориса Белозерова не выпал вопрос, в прошлой передаче. И вот, господин Мухин, всегда ваша игра не проходит без вопроса корреспондентов. Вопрос с неотношенными корреспондентами. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Одна канадская фирма, пропагандирующая здоровый образ жизни, советует запомнить такое правило руки. Ладонь, горсть, кулак, палец. А для мужчин две руки. Ладонь, горсть, кулак, палец. Внимание, вопрос. Что помогает определить это правило руки? Я думаю, порции еды. Я только не очень понимаю, палец тогда что? Ну, завтрак, обед, ужин. А вот это что такое тогда? На ночь надо съесть что-то очень маленькое. На ночь на чего? Правила руки нам. Размер порции. Мне кажется, это логично. Что-то конкретное такое-то? В ладонь. Но канадская фирма, то есть, они что-то еще производят. Кроме еды, что? Упражнения. Кроме еды. Упражнения. Сколько-то энергии тратят. То есть, да, мужчина в два раза больше. Еще может быть что-то, что на это похоже просто физически. Что может производить эта фирма, чтобы это, наверное, правило. Почему интерьер такой? Почему интерьер сняли? Ребят, почему интерьер сняли? Это какой-то канадский дом, мне кажется. Похоже на ресторан, действительно. Время какое-то. Здоровая жизнь. Ну, то есть, порции, да? Говорим про порции. Да. Я так понимаю, что это самое логичное, да? Ну, на ночь не есть морковь. Нет. Ваш ответ. На этот вопрос ответит Геннери Бабаева, господин ведущий. Господин ведущий, мы считаем, что речь идет о том, как определять порции на завтрак, обед и ужин, соответственно. То есть, на завтрак надо съесть больше. Ну, в моем случае так. На обед чуть поменьше, на ужин еще меньше. И можно чуть-чуть перекусить на ночь. Ну, я думаю, на ночь не стоит. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Верхошинский, слушайте внимательно ответ корреспондентов. Нам будет что обсудить. Внимание на экран. Правила руки – это правила здорового питания. Ладонь – порция белков. Горсть – порция углеводов. Кулак – порция овощей. Палец – порция жиров. А у мужчин – порция двойная. К сожалению, для знатоков нечего обсуждать. Я не готов согласиться с тем, что они ответили на вопрос корректно. На мой взгляд, тоже все-таки они не придумали ничего четвертого. А белки, углеводы, жиры, овощи – это был правильный ответ. Если вы меняте, то, что это вы разберете на вопрос. 60.000 рублей получит Олег Красночок из Вольноборска. Господин Белозеров, а вы бы ответили на этот вопрос? У вас была потише музыка, пожалуйста. Да, знаете, господин ведущий. Да что вы. Ну вот мне очень не нравится, что у нас так получается. Но вот господин Старун ответил на этот вопрос. Господин Старун, ну мы знаем, господин Старун, он известный подлодник здорового образа жизни. Да, и про жиры знали, что жиры чуть-чуть можно. На самом деле я просто, да, сам так питаюсь, примерно, по той же технологии. Но у вас руки большие, вам, конечно, вам можно. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, в этом составе, ну примерно в этом составе, команда Олеся Мухина играет с 2011 года. И вот что интересно. До сих пор команда Олеся Мухина трижды становилась лучшей в отборочных играх весенней серии. И трижды выходила в финал летний. Аналогичная ситуация четвертый год подряд. Олесь, скажите, может быть, в следующем году вам уже не занимать место в весенней серии. Пусть поиграют другие, а сразу пойдете в финал летней серии. Как вам такое предложение? Наша задача в следующем году сыграть в финал весенней серии, господин ведущий. Намек понял. Уважаемые телезрители, это означает, что команда Олеся Мухина наметилась на финал года. Тольятти. Против вас играет менеджер Татьяна Сдобнова. Вы меня прерываете. Менеджер Татьяна Сдобнова, город Тольятти. Внимание, швейцарская новинка. Господа, этот рекламный плакат недавно выпустила почта Швейцарии. Внимание, вопрос. Какое нововведение предлагают посетителям почтовых отделений? Кровь сдать, нет? Это не отпечаток крови, скорее? Какой цвет? Это посмотрите, кто разбирается. Это не кофейное отпечаток? Сдать кровь – это отлично. Нет, если это марка, то это не может быть следом от чашки. Это слишком маленькая. Это кофейное отпечаток кровяное. Какой цвет? Какой это цвет? На кровь похожа. Ну что ж услуга выпить кофе, ребята? Кофе намного лучше. Конечно, конечно. Кофе намного лучше, чем почта. А зачем рекламировать это, Олесь? Приходи на почту, спокойно пользуйся. У нее государственные учреждения конкурируют с частными. Почему такая круглая? Вот можете объяснить? Почему она такая ровно-круглая? Это очевидный отпечаток от чашек. Ну хорошо, если кроме, то что? Отчашка лучше там, потому что там неровный. Это мало того, это от кофе. Кружок неровный, дешево? Маленькая, она очень маленькая. А что это пробирка с кровью? Кровь, кстати, это реклама. Оплатить донорство. Это самое, оплатить донорство. Ты донор, поэтому... Это монетка должна быть монетка. Итак, тишина. Господин Мухин, какое нововведение предлагают посетителям почтовых отделений? Прошу. Вы обсуждали две версии, все зависит от вас. Кто отвечает или отвечаете сами? Я отвечу, если можно. Повторите, пожалуйста, вопрос, господин. Только что повторял, Олесь. Какое нововведение предлагают посетителям почтовых отделений? Олесь, присоединяйтесь или к Алиману Калыбову, или к Илье Новикову. Не тяните время. Мы думаем о том, что нововведение заключается в том, что при посылке конверта потребитель этой услуги может оплатить свою услугу, например, сдав кровь. Вы решили послушать Илью Новикова? Ну, потому что чашку кофе выпить, но это совсем не вопрос, мне кажется. Несмотря на то, что Ильман Калыбов говорил, а что же еще похоже, почему абсолютно круглые? Теперь, Олесь, внимание, правильный ответ. Бывают, Олесь, и вы знаете, такие моменты у Ильи, когда его в определенном смысле заклинивает. Бывает. Да? Плакат в виде конверта вместо штемпеля кольцо коричневого цвета. Теперь в каждом почтовом отделении посетитель может выпить чашечку кофе. Три-два. Три-два. В пользу телезрителей 70 тысяч рублей получит Татьяна Сдоктова из Торьяча. А сейчас внимание. Судьба главного приза весенней серии «Что, где, когда?» определится в следующую субботу, 12 апреля. Если в финале победит команда телезрителей, то автор лучшего вопроса получит «Крустальную сову» и карту «Банка Москвы» на сумму 300 тысяч рублей. Если же в финале победу одержит команда Константина Рудера, то лучший игрок этой команды получит и «Крустальную сову», и сертификат на 300 тысяч рублей. Шестой раунд. Господин Мухин, ну, мне кажется, что это такая вот ошибка у вас может быть фатальней, потому что мне казалось, что это как раз очень простой вопрос. Илья, скажите, я не очень в обсуждении понял, а в чем состояла ваша версия, то есть кровь, почему кровь? Мне показалось, что цвет не кофейный, а кровяной. Ну, вот я цвет кофе на бумаге себе представляю иначе. Мне показалось, что, ну... Ну, он на розовом просто немножко иначе выглядит. Просто обычно, ну, не конкурирует государственное учреждение сейчас. Не-не-не, в чем идея? То есть это какую... Доноры имеют право посылать письмо бесплатно. Отличная, в общем, компания. А почему круглая печать? В смысле, что это печать? Да, это место штейнкера. То есть кровью... Да, ты своей кровью оплачиваешь свое письмо. Все, я хоть идею понял. Отказка, да? Сверху покажи, пожалуйста. Да, отказка. Играем. Против вас играет слесарь Андрей Мещеряков. Город Аткарск, Саратовская область. Внимание, черный ящик. Илья, в черном ящике сейчас находится то, чем развлекался Отто Юльевич Шмидт во время арктической экспедиции на пароходе Челюскин. А журналист Илья Сельвинский написал по этому поводу такую эпиграмму. Пройдет сезон, и Отто Гордо предъявит миру два рекорда. 5218 сплошных челюскинских узла и 7 миллионов 324. Внимание, вопрос. Стихотворение перед вами. Через минуту вам надо закончить эту эпиграмму и сказать, что же в черном ящике. Козла. Что нужно на узла, да, Рип? Да. Пройдет сезон, и Отто Гордо предъявит миру два рекорда. 5218 сплошных челюскинских узла. Хорошо, а на чем он мог узлы делать? 7 миллионов 324. Козла, ну домино, например, это. Домино. 5 слогов. А, узла? Я не знаю. Ну, узла, может быть, это просто узлы. Хорошо. Прошел. Почему, спрашивай, челюскинских узла? Причем здесь челюскинские узлы? Это скорость. Это скорость просто, нет? Ага. Ну, имеется в виду, что челюскин идет, это один рекорд, да? А вот развлечение, это другой рекорд. Кроме всего, он еще занимается этим, вот, да. Каких-то козла, ну забитых козла, наверное, да, или каких-то козла, то есть домино там. Нам надо же еще понять, что там идет. Кажда играть в правду, собирать что-то. 4, трата-то козла. Три слога еще. Трата-то козла. Ну, там может быть обрыв просто козла, да? Да, может быть просто козла, из-за гитов козла. Еще что-нибудь? Давайте кроме домино что-нибудь. Карты может быть, он играл. Что он играл? А он не мог что-нибудь? Азима может быть. Выживал что-нибудь. Шашкин. Итак, все, тишина. Кто отвечает, Олесь? Господин ведущий, не нравится мне ни одна из версий команды. Если можно, у нас, по-моему, в кои-то веки... Отвечает кто? В кои-то веки помощь залом, по-моему, появилась у нас. А, помощь залу. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Я почти уверен, что это козла. Сыгранных козла. Там просто слово козла. У нас такая... Играть на нем. А у нас что? Что? Он... Сыгранных козла. Сыгранных козла. Я понял, что вряд ли. Ну вязание еще говорят. Я тоже. Вязание. Итак, тишина. Тишина. Господин Мухин. Все, тишина уже. Прошел. И все-таки связанных узла. А в черном ящике? Ну, некое вязание. То есть он что-то... Спицы может быть тут что-то такое. Я против козла и домино. Мне кажется, ну это вообще не вопрос. В каком смысле? Ну, мне кажется, что логичнее, что он все-таки вязал, а не козла забивал домино. Я поэтому и взял помощь клуба. Но это же эпиграмма. Господин Мухин, сегодня не ваш день. Да что ж такое. Пройдет сезон, и оттогорда предъявит миру два рекорда. Пять тысяч двести восемнадцать сплошных челюсткинских узла и семь миллионов триста двадцать четыре партии. Козла, у нас в черном ящике домино. Вы не верили господину Талыбову всю минуту. Ему не поверили. Покажите мне Мухина. Ему не поверили. Вам сказали Козлов, Друзь. Не поверили. Что с вами, Олесь? Команда вылетит из-за вас только. Впереди Блиц, Супер Блиц. И еще сложные вопросы. Вы проигрываете на простых. Два-четыре. Восемьдесят тысяч рублей получит слезы Андрей Мещеряков. Из-за карты. Седьмой раунд. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». «Росатом» — корпорация «Знания». А определять, кто лучший будет Сергей Новик. Сергей, по-моему, в этой серии пока вам везет. И Ольга Быкова, и Михаил Скипский были явно лучшими в своих играх. Вам не приходилось... Долго думать, вы хотите сказать? Нет, не приходилось сомневаться, скажем так. Мне кажется... Скажите, а сейчас, мне кажется, тоже уже есть явный лидер. Потому что знаток, которого дважды не послушали с правильной версией, он уже явный кандидат на лучшего игрока. Хотелось бы, чтобы появился знаток, которого будут... Который принесет победные очки. Мирс! 4-2. А должно быть в пользу знатоков, господин Мохин, а пока в пользу телезрителей. Ну, вам нужно продемонстрировать в этой игре, что у вас такой запас в вашей команде, что вы можете даже позволить себе 2 очка отдать. Итак, Нина Матафонова из Минска против вас играет. Слушайте внимательно. В 17-м году болезнь уложила меня на 3,5 года в кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. Я передумал и перечувствовал все. И тогда родилась задумка этого романа. Внимание, вопрос. Какое свое произведение один советский писатель назвал в значительной степени автобиографическим? Да, срочный ответ у нас, господин ведущий. И отвечает вы... Нет, Эльман Талыбов. Эльман Талыбов. Послушаю его палец. Поговорите пальцем. Нам кажется, что речь идет о романе Беляева «Голова профессора Дойля». 4-3. Дойля. Голова профессора Дойля. Эльман Талыбов. 4-3. И вторая, да, кстати, вторая минута на обсуждение у вас. Продолжаем игру. Восьмой раунд. Уважаемые телезрители, если вам удастся найти или придумать хороший интересный вопрос, не держите его в себе, а отправляйте по электронной почте вопрос собакатогоигра.ру, либо по почте 127-427, Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Также напоминаю, что вопрос можно положить в специальный ящик в любом отделении Банка Москвы. Господин Мухин, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, ведущему не надо обращать внимание на ошибки капитана? Просто проиграл и хорошо. Нет, надо. Я, наоборот, всегда обращаю внимание на ошибки капитанов, всячески их подначиваю. Я буду тогда следовать вашему учению. Шадринск. Итак, против вас играет культуролог Ирина Владимирова. Город Шадринск, Курганская область. Внимание, Пабло Пикассо. Господа, на этих трех картинах можно разглядеть, ну или попытаться разглядеть, изображение одного знаменитого художника. Внимание, вопрос. Назовите этого художника и его картину, благодаря которой появились эти работы Пабло Пикассо. Чёрный квадрат, если мы есть. Арчимбольда какой-нибудь. Вот я тоже думаю, Арчимбольда. Слишком, слишком, слишком. Что это такое? Картина, которая... Не будем его спрашивать? Нет, Папа. А что такое Арчимбольда? Ребят, часы. Это не как часы. Вот здесь вот, не только часы. Это какой-нибудь Веласки сможет... Давайте все внедрите. Да, Веласки с Мениной, правда, да. Нам вообще там картину надо увидеть. А, Крючки, Крючки, где нам поедут. Крючки везде одинаковые. Вот, вот смотри. Есть, есть, есть. Мы шумяем этом Веласки с Тренцами. Да, 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 это Веласки. Вот она точно. Почему? Менины. Вот там крест, там хоккейл. Крест, там хоккейл у него на груди. А где ещё? Вот он. Где это ещё крест? Где еще кресты? Где вы кресты ищите, да. Вот крест, вот крест. Да, это он, вот это вот. Вот это вот. Да, и вот это вот, всё, это она. Умничка. Ничего себе. Всё, не знаю, это он. Это он отражение, это другая, что есть. Итак, кто будет отвечать? Хотелось бы дать госпоже Архангельской, но ответит Новиков. Ну, если хочется, то давайте. Значит... У меня к операторам просьба. Покажите всё-таки телезрителям картины так понятнее, чтобы было. Я буду обводить ручкой то, что мы считаем этим художником. Итак. С поправкой на Пикассо. Значит, мы... Поскольку Пикассо испанец, мы вспоминаем испанских художников, видим Веласкеса. Его знаменитую картину Менина, где он стоит, отраженный в зеркале, и у него на груди очень характерный крест Ордена Сантьяго. Вот эта конструкция на этой картине. Не портите так. Ну, извините, я уже испортил множество. Я поправлю Пикассо. Не обидится этому. Вот тот же самый. И вот. Вот это всё три Веласкеса. Итак, это картина Веласкеса. Менина. А теперь, внимание, правильный ответ. Юля, скажите, а вы не обиделись на Олесе, что, несмотря на то, что версия ваша, отвечал Новиков? Как можно обижаться на Олесе? В каком смысле? Он такой милый. Олесе, ну объясните эту логику капитана. Вот почему? Длинный ответ был. Волнуется девушка. Пусть мальчик ответит. На какой длинный ответ? Менина Веласкеса. Такой длиннючий. А показать? Я вас знаю, господин ведущий. Нет, нет, нет. Три работы на тему одной картины. Повторяющиеся детали. Собака на первом плане. Девочка в центре картины. Крест на груди одного из персонажей. С крестом на груди изобразил себя Диего Веласкес на своей картине «Винины». Эта работа Веласкеса вдохновила Пикассо на целую серию картин. Их около 54-4. Госпожа Авдеенко, Лиза, вот Равша Наскеров, Юлия Лазарева. А вы бы ответили на этот вопрос? Он вам не выпал на прошлой игре? Да, я бы ответила на этот вопрос. Юля ответила. Ну вот, Юля, видите, как-то вам не везет. Не везет то, на что вы отвечаете, вам не выпадает. Но я думаю, что у вас еще будет шанс. Девятый раунд! Господин Новиков, Илья, всем, ну, мы так между собой называем формулу вопросов для игры «Что, где, когда» это неизвестное об известном, да? И вот тут у меня часто возникает вопрос, а что считать известным? Что знаток обязан знать, а что нет? Чтобы не получался вопрос с ответом Тонино Гуэра, а на это знатоки отвечали «А кто это?» Вот что, вот господин Друзь, например, у него позиции уровень десятого класса. Но Тонино Гуэра – это не уровень десятого класса, да? Менина – это не уровень десятого класса. Вот что все-таки… Дюссельдорф, что должен знать знаток, а что не обязан? Как это определять? Знаток ничего не обязан знать, но если знать, то хорошо. Он все-таки знаток. Поэтому… Все, это точка. Я думаю, что это вопрос исключительно вкуса. Здесь никаких формул быть не может, в принципе. Благодарю вас. Ну что ж, посмотрим. Во всяком случае, сейчас при счете 4-4 вам выпал… Давайте посмотрите на стол, уважаемые телезрители. Очень интересно. Смотрите, Волчок Блиц не выбрал, а выбрал вопрос из Дюссельдорфа. И против вас играет переводчик Светлана Кабанова из Германии. Этот вопрос Светлана сняла вместе с дочкой Юлией. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Рады приветствовать вас из Германии. Мы с дочерью Юлией находимся в небольшом городке Золинген. Перед зданием уникального музея, экспонаты которого собраны со всего мира. Экспонаты в этом музее расположены парами. И сотрудники музея очень тщательно следят за тем, чтобы левый и правый экспонат не были перепутаны местами. Этот музей поддерживают многие известные фирмы и общественные деятели. Внимание, вопрос. А что находится в этом музее? Что это за музей? Перчатки, обувь. Общественные деятели, скорее всего, жертвуют туда свои личные вещи. То есть это предмет личного обихода. Вот знаменитый человек пожертвовал туда. Но эти вещи не симметричны. Там был колокольный звон на фоне. Не слышали? Прямо показали. У него такая мозаичная, я бы сказала. Это кирпичиков здание, как будто... Слова какие? Слова не могут быть, да? Парные левые. Фирмы, производители... Если нужно следить, значит это похожество. То есть можно перепутать левые. Создали что-то? Какие парные вещи? Перчатки? Не очевидно. А почему они боятся перепутать? Перчатки нельзя перепутать? Потому что они одинаковые. Вот запонки левой и правой, непонятно где левая и правая. Перчатки нельзя перепутать, они одинаковые. Значит это не перчатки. А у запонок нет понятных. Фирмы, дети, общественные дети. Может каждый дедушка что-то дает свое? Вот что свое? Что нужно? Слова может какие-то? Переводы с левой и правой непонятно как. Итак, вы берете дополнительные минуты, или отвечаете? Господин ведущий, можно видео вопрос еще раз запустить и мы возьмем еще дополнительную минуту? Олеся, у вас осталось две дополнительных минуты. Давайте договоримся так. Если вы возьмете одну, то мы повторим вопрос. А если вы еще и вторую будете брать, мы уже повторять не будем. Мы возьмем одну, а вы пожалуйста повторите вопрос. Давайте так. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Рады приветствовать вас из Германии. Мы с дочерью Юлией находимся в небольшом городке Золинген. Перед зданием уникального музея, экспонаты которого собраны со всего мира. Экспонаты в этом музее расположены парами. И сотрудники музея очень тщательно следят за тем, чтобы левый и правый экспонат не были перепутаны местами. Этот музей поддерживают многие известные фирмы и общественные деятели. Внимание, вопрос. А что находится в этом музее? У нее косички, например, двери. Дорожные знаки, указатели уличные. Вот, в разных странах, пожалуйста, упоминаю фамилии. Фамилия впереди, имя сзади. Там имена могут быть просто. Это детские ребята. У нее косички, например, парные. Носки просто, может быть, нет? Ну, общественные организации. Многие фирмы, да, пойдет? Фирмы и общественные деятели. Как это связано с благотворительными? Мобильные фирмы. Какие фирмы? То есть едой? Костыли, вот что-то такое. Левая и правая. Прозрачный музей? Стена прозрачная. Прозрачные, стеклянные. Столовые приборы, нож, вилка. А почему? Что бывает фирменное? Вот фирма в своем производстве что-то поддает туда. Все же хорошо со сталью, кстати. Ребята, это одежда, скорее всего. Все-таки если два. Ну, вот так, доски, запонки, шлешки парные. Сережки. Ну, нож, вилка интересно, чтобы не переложили как-то неправильно. Палочки для еды. Палочки для еды. Столовые приборы просто. Парами столовые приборы больше. Итак, тишина, тишина. Вы будете еще дополнительную минуту брать? Ну, вы же нам запретили. Нет, я не буду вам повторять вопрос. А брать минуту я не могу вам запретить. Да, мы возьмем еще одну минуту. Итак, что находится в этом музее? Что это за музей такой? Ну, что еще парное? Может быть, ключ и замок? Нам не могу задали. Она на улице, она с ребенком. Ребенок с косичками. Ребенок произносит фразу вопросную. Что? Что еще парное может быть? Музей какой-то стеклянный с каким-то освещением, понимаешь? А это какие-то контакты. Контактные езды не может быть? Ну, а так красиво, что в музее кого-то надо. Компании какие бывают? Макдональдс. Что-то на улицах, что есть, очевидно, слева-справа. Почему пары можно пересмутать? Отпечатки рук какие бывают смешно? То есть опусы перчатки не подходят. То есть внешне одинаковые. Отпечатки, да. Со всего мира, ну, как-то... Отпечатки пальцев? Ну, рук прямо. А если все-таки потому, что там лабиринт какой-то, что это? Фотографии. Фирмы, понимаешь, поддерживают многие фирмы. Это что-то, что-то производят. Шилы какие-нибудь. А общественные организации, когда руки друг другу жмут перчатки? Сейчас следительные организации. Отпечатки перепутать еще сложнее, чем печатки. Так что? Итак, прошу. Ну, к третьей минуте вы устали, Олесь. Ой... Что-то сегодня тяжело нам очень. Господин ведущий, вы знаете, тут столько всего, и непонятно к чему прицепиться. Ну, может быть, все-таки Золинген, все-таки это как-то город Стали, и что-то с этим связано. Поэтому мы предположим, что все-таки, если со всего мира, и к тому же и общественные деятели, то, может быть, все-таки это какие-то столовые приборы. Потому что во многих странах мира столовые приборы настолько разные, что действительно их можно перепутать местами каким-то образом. Ну, вот, например, в европейской цивилизации это нож и вилка. И кладут парами, чтобы не перепутать, где нож, где люк. Ну, чтобы знали, как люди за стол садятся, да, вот пара, вот слева нож, справа вилка. Да, слева вилка, справа нож. Теперь, внимание, и правильный ответ. Итак, давайте разберемся. Уникальный музей, это сказали, да, то есть он необычный. Экспонаты собраны со всего мира и расположены парами. Как говорил Ильман Талыбов, одинаковые, но при этом разные. То есть все пары внешне одинаковые, но в чем-то есть разница. И сотрудники музея тщательно следят за тем, чтобы левые не перепутали местами. И его поддерживают фирмы. Для чего общественные деятели, честно говоря, я не очень понял, для чего фирмы. Понятно. Потому что, господин Мухин, внимание на экран. Внимание, правильный ответ. Внимательно посмотрим на название музея. Название музея Плагиариус. В этом музее собраны оригинальные изделия и их подделки. Это музей подделок. Посетители всегда заранее сообщают, что всегда слева оригинал, а справа подделка. Пять-четыре. Пять-четыре в пользу телезрителей. Девяносто тысяч рублей. Светлана Кабанова заработала и съела три минуты на обсуждение у команды Олеся Мухина. Но вы можете брать еще минуту в кредит, если захотите. Мне интересно, в зале была версия на этот вопрос у кого-нибудь? У кого? У вас. Ну, хорошо, что вы не сидели за столом. Скажем так. Десятый раунд. Красивый вопрос, да. Итак, пять-четыре в пользу телезрителей. Наступает решающий момент в этой игре. Господин Белозер. Накидываем, накидываем, накидываем. Борис, а вы можете себе представить еще одна победа телезрителей? Они играли еще и Блиц, и Супер Блиц. И ваша команда окажется в финале летних игр. Представить могу, господин идущий, а что из этого получится, если получится, то представить себе уже не могу. Господин Супранович, и для вас сейчас решится, будет ли ваша команда играть... Господин Супранович, здесь? Вот он, Андрей, здравствуйте. Будет ли ваша команда играть в осенней серии? Нет. Блиц, просто. Блиц! Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Господин Мухин, ну, теперь от вас все зависит. Вы уже два вопроса попортили. Теперь нужно брать Блиц. Против вас играет Ирина Загродская из Мюнхена. Посмотрите, эта скамья придумана корейскими дизайнерами. Ирина спрашивает, в чем особенность этой скамьи? Дождь. Если грязная ремок, ее можно покрутить и перейти на шуфу. Вы все это имели в виду. Да. Ты понял. Главное, что она дырочка. Еще. Счищать. А почему вот эти дырочки? Почему дырочки? Это красить локти. А дырочки почему? Сигнал для тех, кто... Прошу. Кто отвечает? Мы думаем, что здесь такой принцип определенный предусмотрен, чтобы люди могли сесть на чистое и сухое. То бишь, если вот верхняя поверхность, например, от дождя намокла, либо кто-то грязный на нее сел, ручку покрутил следующий присаживающийся и сел на чистое. Это такая вечно чистая и сухая скамья. Продолжаем. Блиц. Внимание, вопрос второй. Против вас играет Денис Ангелов. Город Пушкино, Московская область. Денис интересуется, для кого придумана эта скамейка? Велосипедисты? Велосипедисту можно сюда в велосипед поставить? Маленькая, нет? А скейтбордисты какие-то? Скейтбордисты, правда. Тебе нужно, чтобы были эти, да. Они не связаны между собой, обратите внимание. Да, на ней неудобно ответить. Лежать, чтобы не нужно было. Николай-думан, наоборот, это хорошо должно быть. Для детей, чтобы они под это залезали. Еще. Итак, кто отвечает? Алис, кто отвечает? От вас все зависит, отвечает? Ответит Юлия Архангельская. Юлия Архангельская, прошу вас, Юля. Возможно, это такая скамья для велосипедистов, чтобы им было удобно ставить свой велосипед. Юля. Юлия. Да, господин ведущий. Смотрите на экран. Юля. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта скамейка придумана специально для велосипедистов. И, наконец, решающий третий вопрос. Олесь, против вас играет Лусине Егиян из Еревана. Лусине интересуется, какая школа разместила рекламу вот на этой уличной скамейке. Вот, да, раскрывай скамейку. Ещё! Ещё что, сломано почему-то? Это какая-то южная... Это южное что-то. Ну, каменная, художественная, архитектурная. Какие ещё школы? Школа реставраторов ещё может быть. Это популярная школа, на которой клуб нужна, в принципе. Реставрация вообще похожа. Ну что, каратэ или реставратор? Тишина! Решение принимает Олесь Мухин. Попробовали реабилитироваться. Вы знаете, ну, всё-таки вот так и я делают не реставраторы, а каратисты. Поэтому школа единоборств – школа каратистов. А теперь, внимание, правильный ответ. Олесь, ну посмотрите. Бетонная скамейка. Олесь, ну как же, спинка. Расколота словно одним ударом. Рекламу на этой скамейке разместила школа каратэ. 5-5. АПЛОДИСМЕНТЫ 11 раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим, какие вопросы на столе остались. Ольга, Быкова, вы так переживаете? Вы хотите в финал или чтобы команда выиграла? Чтобы команда выиграла. А почему вы за них так переживаете? Чтобы нет. Да я уже столько играю, пусть уже молодым уступаю. Что вы так переживаете за них? Мы уже успеем. Вы еще успеете. Давайте посмотрим. Итак, Баку, Москва и Супер Блиц. Вот такие варианты. Господин Толыбов, Баку. Против вас играет Федор Вигант, город Баку. Господин Мохин, вас в этом раунде ждет логическая задачка. Представьте, у вас и у меня по одному яблоку. Если мы с вами обменяемся яблоками, у каждого останется по яблоку. Если мы с вами обменяемся, например, идеями, у каждого станет на одну идею больше. А теперь, внимание, вопрос. А чем нам с вами надо обменяться, чтобы у каждого из нас их стало на один меньше? Секретами. Да, да, да. Ура! Господин ведущий. Господин ведущий. Итак. Вы знаете, и я, и телезрители не смогли победить Ильмана Толыбова сегодня. Отмечает Ильман Толыбов. Прошу вас, Ильман. Если мы обменяемся секретами, то ни у вас, ни у меня секретов не останется. Ильман, с вас секрет на дорожку. Что с вас секрет говорит? Расскажите какой-нибудь. Рассказать вам секрет? Как вы готовились к этой игре, на которой вы блеснули наконец? Ничего особенного не делал, честно говоря. Ну что вы с утра делали? С утра я спал, я высыпался сегодня. Возможно, в этом, да, главная причина. Уважаемые знатоки, при подготовке больше спите. 6-5 в пользу знатоков. Команду Олеся Мукина, несмотря на мощное сопротивление со стороны капитана, одерживает победу над телезрителями, поднимается на первое место в рейтинге команд клуба и четвертый год подряд будет играть в финале летней серии. Вот имена победителей. Григорий Алказов, Юнель Бабаева, Юлия Архангельская, Эльман Калыбов, Илья Новиков и Олесь Мухин. А сейчас Сергей Новиков назовет нам имя лучшего игрока команды. Прошу вас, Сергей. Ну, не судьба мне быть оригинальным. Конечно, сегодня лучший игрок команды Эльман Калыбов. Ильман Калыбов, поздравляем вас. Спасибо. Господин Верхошинский, а кому достанется приз за лучший вопрос? Это очень интересно, кстати. 150 тысяч рублей от Банка Москвы получит Светлана Кабанова с дочкой за прекрасный вопрос. Про музей подделок. Вадим, я не знаю, насколько корректно называть дочку подки и подделкой, но вы понимаете, что Светлана еще в этом немножко намекала. Намекала в этом вопросе. 100 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года. И теперь там уже 972 733 рубля. Это специальный вклад Банка Москвы. Юлия, я хочу вас поздравить. У вас удачный дебют. Вам понравилось? Очень. Спасибо моей команде. Спасибо команде. Финальная игра весенней серии состоится в следующую субботу, 12 апреля в 23 часа на Первом канале. Против телезрителей будет играть команда, которую я очень жду. Я очень жду встречу с командой Константина Рутера. Константин, до встречи через неделю. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...